господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешен номер 943 события дня серахов 739 во всех делах твоих помни о конце твоем и вовек не согрешишь за 16 июля 2017 года какие события говорю в деревне тут на 10 дворов вчера мы трое пошли пришлось мне там быть володя пащенко и сергей пупков на дом виктора николаевича савченко уехал неизвестно когда вернется все заросло крапива лопухи на метр выше головы не вообще дожди идут такое все прет надо обедом и сумели там сделать так все это показано будет в роликах потом работа не то чтобы крежи таскать а коси и главных главных косарь то володя а потом все таки поехал еще одну принес володя сделаю интересная начал косить несколько взмахов делала я она пополам переломилась и коса ручка в ней ну так володя закончил не пошли опять жуков там вытара ловить в банку толкать я пошел смотреть как малина начинает поспевать и на четырех усадьбы помаленьку нашел вишенки красный крыжов никого там живу у виктора но игры со своим пингвинятом а ребятишки целый день купаются то мальчики то девочки водят их старше по одному никак ну прекрасный день был просто хороший день вот ну и вчера я увидел как в дело работает новая косилка за 100 тысяч купил игорь себе и где я вот нахожусь усадьба называется скворечник я говорил предупреждал когда будешь приезжать сюда он здесь сено выпросила любовь минаева ей мне сказать кошки-то бегают в траве трава густая но они не везде ходят ну чтобы я их спрятал а пришел а буски нету это успел спрятать рыбы дал ей поле а это нет я ходил везде и к надежде василь нигде нет она она если попадет под эту под новую косилку там еще не останется даже еще просто лапша будет из нее выходил кричал кричал везде боско боско наконец взятого откуда-то выскочил где она была на крыше или где скорее сюда тоже рыбы и дал дыр тоже события события тревожно было так все скосили а сегодня вторник вот я считаю а вчера понедельник был но мы готовили болящим в барнауле ягод нашли надежда сильно сказала у нее смородина если литр полторы больше вообще смородины ни у кого нигде нету черная смородина но это по ведерку там ли то сколько ведерки то 3-4 клубники набрали наши крыжовника и вишенки вот уже сегодня уже на сегодняшний день утром рано 4 часа чем-то я поехал к игорю все ли он взял до договорились что утром будет до утра у нас в холодильнике а володя отвезет я к володе а володя по двору идет пятый час уже идет мы видим все отправили этот день день утром выходишь в резиновых сапогах роса обильная такая а там не уйдешь уже никак вообще сапог мне вы не надо в резиновых солнце жарит ну так вот терпишь и вчера мне прислали вот такое когда суворов один доктор сказал вам надо здоровьишка подлечить то и поистрепались походах то на курорт карлсбад на грязи съездить наш полководец ответил милостивый государь ну что вы говорите мне старику на курорты на курорты ездят богатые бездельники хромые танцоры интриган всякая сволочь вот пусть они купаются в этой грязи а я истинно больной человек мне нужна молитва избав деревни баня каша и квас кавычки закрыты вот у нас как раз здесь есть все избав деревни баня каша и квас рустик пишет кидать и тихоныч мир вам у меня для вас плохие новости 18 июня 18 2018 года я сбрил бороду так как было очень жарко и я она меня стыдила тем что на меня все глазели сколько он об этом говорила это не отвершись из себя если человек отвершись из себя думал или еще мнение людей пискомара жужжание жука карканье ворона златоуз говорит я начал конфликтовать с соседями но не за бородыжа одного алкаша я избил после того как он мне в пятый раз начал настойчиво спрашивать у меня где я живу но это никуда уже не годится купил или снимаю квартиру меня клеммонола и я утрезвил его трех сил руками и ногами далее после всего этого начала разборки с соседом по тамбуру я ему говорил чтобы он не курил на лестничной площадке а он начал мне фыркать ну я ему сказал пару ласковых после чего он мне сразу рустамщик рустамщик вышла его мать я и тоже мозги прочистил по поводу курения на лестничной площадке никто не курит больше далее начал борьбу с курением у себя на работе и сказал что больше никто не курил возле входа в отделение одна медсестра вышла и закурила специально при мне на мои доводы она ответила так кто вы такой не вам решать вы слишком много на себя берете я вызвал главную медсестру отметили ее языком после написал обращение на сайт главы нашей республики с темой что творится у нас больнице какое имеет место быть нарушение субординации и так далее после чего к нам больницу приехал начальник отдела здоровья нашего города и защищая медсестер спрашивал только меня за курение полностью начальник был согласен но зато потом главврач собрала собрание на котором меня выставили стукачом и кляузник после чего я был публично оплеван я выдержал это меня покосило теперь на территории больницы строго запрещено курить у меня гепатит с я раньше лечил его но не рецидивировал но он рецидивировал выходил опять а сейчас божьей помощью и по вашим молитвам и по моим я нашел таблетки за 700 долларов скоро сдам кровь и начну лечение лечение три месяца сколько от меня девушек по уходила из-за этого я же добренький справедливый не мог заражать умышленно и всем говорил чем болен но я их не виню я благодарю господа простите меня игнатий тихонович я вас сильно люблю вы для меня луч света в этой жизни среди людей дай вам господь долгое лето я пишу мало ли что было это все нисколько не повлияло на мое отношение к вам дорогой мой русик мира вам и любви желаю молюсь о вас скуриум я также беспощадно боролся даже к второзакония 19 20 и прочие услышат и убоятся и не станут пределать такое зло среди тебя четвертый старт 2 21 и вышел он к истоку воды и бросил туда соли и сказал так говорит господь я сделал воду сию здоровую не будет от нее впредь ни смерти ни бесплодия вот события как бы ну махоньки одного дня а насколько интересны они в городе ничего этого нет ничего то есть а где объект работы вот мы вчера там бились сколько с крапивой таскали куб и сделали куб из травы три метра на три и три метра на 3 это уже площадь 9 квадратных метров до метр высоты одной травы 9 кубометров до таскать надо ее подвозить было и все это показали все это снимали интересно как я по четырем усадьбам которые нам принадлежат ходил вишенки искал доставал и ребятишкам и сколько у них радости то детишки побаловать охота вот так двое у нас тараси теперь главное не стар помощник вот имена то какие тараси и нестер ну где вы такого видели даже они пастухи самостоятельно пасут и вечером пришел за день они вдвоем 500 рублей зарабатывают и полторы литра молока полторы литра это я попросил деревенских и они согласились и вчера гляжу с полторашками пошли за кого они пасли теперь у четырех в деревне скотина которую пасти надо не попеременно за счет за кого-то пасли вот так галина александра загуляют вот стирала одежду нашу собрала я уже принес ее целыми днями работают все все без этого нам никак нельзя потому что мы бедные у нас ничего нету и нам нужно чтобы хоть что-то было поесть а то телесный труд вроде кто-то рабство детей может где-то есть но у нас этого нет и помину ну как мать надо сажается а он ему ей воды не поднесет нет такого это нельзя это эгоиста он никому не нужен как раз ребенка приучить чтобы работал своими руками учился вот на этом сегодня у меня все что